всем привет мои хорошие и меня часто спрашивают как там твои новиночки как они растут ребята вы уточняйте какие витночки вы имеете ввиду потому что да у меня растут но про кого именно вы спрашиваете какое видео вы смотрели последнюю чтобы пропустили не пропустили про какие именно новиночки вы спрашиваете потому что их было много много заказов действительно закрылась к концу года я уже в зиме получила много-много разных котлей и ну давайте вот так вот из последненьких тут у меня моя любимая леля пурпурата мандояна и тут же рядышком у меня лалио котлея ригли цирюлея это шикарный голубой гибрид с анцепс и вот сами видите вот так дела вот такие вот корешочки да конечно же бульбочки похудели не без этого но вот видите вот такие корешочки у меня растут по посадке показываю поближе вот такие куски блоков очень большие потом моя стандартная кора и тут даже немножко лавы все-таки я положила попала лава и вот так вот растет и вот видите новый ростик активизировался буквально недавно тоже пошел в рост так вот тут вот сзади вообще практически один блок и бульбочки так извините у меня сломалась все-таки уже в конец моя лампа со штативом поэтому я и при периодически придерживаю рукой и ловлю камеру когда она немножко уезжает так и ригли тут смотрите та же история были маленькие ростики вот так они уже подросли очень прилично и вот такая у меня пошла корневая активность я это просто обожаю неимоверно посадка тоже большие куски блоков а кстати смотрите так сейчас вон он между бликами и сюда молодой корешочек добрался и вот такой кусок блока чтобы не замокала сзади призом а картинки так и видите такой огромный воздушный карман там где все вот старые корешочки и уже дальше впереди куда собственно вся корневая по моей идее должна была уходить там уже кора просто кора и немножко а я сейчас не вижу а тут кстати я могла и не добавить лового камня вот так вот вот такие дела люби миши сразу знаю сейчас полетят люби миши вопросы как я наращиваю корневую такую корневую ну ребятки честно прям вот специально специально вот они кстати не получали ничего для стимуляции корневой целенаправленно то есть никаких там рут фьюз корневинов или что-то в этом роде эти вот товарищи просто скажем так на своих силах едут я поливаю когда они хорошо просохнут видите просыхают они достаточно быстро несмотря на то что зима и зимой у меня достаточно высокая влажность плюс не очень высокая температура на балконе где-то 22 днем и все равно видите просыхает очень быстро сейчас полетят вопросы как а насколько быстро поливала я это чтобы никому не соврать по моему два дня назад то есть вот так поливаю я их не очень обильно поливаю из распрыскивателя электрического на дно особо не натекает то есть вот тут вот когда водичка протекла я не не оставляю сейчас ничего в поддоне но это бессмысленно там все равно очень крупные куски коры и нету живых хороших корней которые бы доставали до дна эти могли могли попить бы поэтому вот так и грубо говоря третий день ребята сухие практически и поливать и буду наверное еще где-то через пару дней вот так и вот кстати заговорила я про рудфьюз свой наверное все-таки дам я им это удобрение а пока не успели получить только кальций магний витаминки комплексные потом еще я давала если я не ошибаюсь я вот не помню они попали или не попали в они они попали да на просто мое для орхидеи скажем так с большим содержанием азота и по сути и по сути все по сути больше ничего им не преподал и да хорошая мысль дать им все-таки рудфьюз раз у них так бодро и активно пошли корешочки вот такие у меня дела с моими новинками но как всегда соблюдаю свои любимые правила это классное активное движение воздуха зимой лучше поливать меньше но чаще тем более что это чаще это не каждый день далеко не каждый день вот удобряю тех кто растет не бросаю их на произвол судьбы это конечно же для меня обязательно плюс конечно же у меня есть подсветка несмотря на то что растут они на окне но давайте так я живу далеко не на юге солнце у нас мало у нас короткий световой день сейчас зимой прям совсем очень короткий до печали и солнышко слабое и за окна у меня не поле чисто поле а все-таки город и тоже не сто процентов света приходит поэтому у меня на балконе досветка есть обязательно без нее я растить котлей не могу у меня сердечко болит вот так так что вот такие дела на этом пожалуй все если у вас остались какие-то вопросы я о чем-то не подумала что надо сказать обязательно пишите в комментариях я отвечу если вопросов я забыла осветить много я сниму еще одно видео и на этом все спасибо всем кто досмотрел до конца здесь сейчас появятся рекомендованные различные видео или плейлисты которые вам может быть интересно посмотреть также конечно же в инфобоксе вот ума кошечки под постом которая разворачивается много всего интересного кроме вступительного текста к ролику там еще есть различные ссылки ссылки на мои соц сети где тоже будет много всего разного поэтому жду вас там там тоже можно пообщаться и кто хочет может поддержать меня на патреоне тоже ссылочка внизу есть и тут уже точно совсем все и всем солнечных дней пышных цветений пока пока